Друзья, всем привет! Вы снова на канале Автоинструктор Минск и в сегодняшнем видеоролике мы опять говорим с вами о парковках. Потому что, как показывает практика, сколько я это не устану повторять, если в городе после окончания автошколы многие из вас смогут поехать, кому-то немножко не хватает уверенности, то что касается припарковаться, это темный лес. И я решил со своей ученицей Настей показать вам очередные парковки, то есть мы постоянно говорим об одном и том же, но меняются только ситуации. То есть, тем более по вашим комментариям под видео я вижу, что такие ролики полезны, поэтому мы будем их снимать и будем показывать. Значит, ученица моя давно уже занимается, самостоятельно уже вводит свой автомобиль, но есть некая неуверенность с парковками, поэтому мы шлифуем их до конца, но и заодно снимаем и показываем вам. Поэтому смотрите внимательно, если где-то что-то непонятно, обязательно пишите комментарии, я постараюсь на все ответить. Всем приятного просмотра. Давай потихонечку вот в это место будем парковаться, не спеши, стоечкой померяй сразу. Вот оно, видишь, среднее стало, места хватает, да, впереди тут немножечко расстояние есть и становись зеркало в зеркало. Зеркало в зеркало, еще чуть-чуть не спеши, вот мы встали зеркало в зеркало. Хорошо, приблизительно, длина одинаковая, давай-ка я еще раз посмотрю. Ну, даже можно еще немножко вперед проехать, да, то есть вот чтобы этот уголочек форточки был. Чуть-чуть еще проехать вперед, чуть-чуть, вот так. Просто получится тогда сзади места больше потом останется, вот. Хорошо, значит, руль вправо. В левом зеркале, посмотри, нормально, посмотрела, хорошо. Смотрим, как в правом она у нас объезжает. Объезжает. И по левому зеркалу выставляем переднюю правую фару, да? Отлично. Вот оно где-то там. Едем на прямых колесах. На прямых. Пока вот этот угол у нас не зайдет за стоечку. Тихонечко, не спеши. Проходит угол? Проходит, отлично проходит, да? Хорошо, и теперь уже все внимание назад. Можно по камере, а можно выйти посмотреть. Отлично. Поставь паркинг. Поставь паркинг, молодец. Да, я выйду, посмотрю сейчас. Покажу. Ребят, вот такой заезд в параллельную парковку у нас с вами получился. Я всегда рекомендую новичкам на первоначальном этапе выбирать места именно подлиннее. Для того, чтобы довести ваши действия до автоматизма. И потом уже переходить к местам более поуже и делать, выполнять их, не задумываясь. Поэтому тренируйтесь. Тихонечко тут остановись, пускай выедут. Можешь показать просто левую поворотность. Хорошо. И потихоньку поехать. Моряки, вообще страшно. Да, согласен. Едем прямо. И вот здесь вот направо попробуй. Правый поворот показывай. Хорошо. Ну, тут по помехе справа в случае чего. Ты вот сейчас направо там вдоль дороги попробуем найти место какое-нибудь узкое. Берись правее. Вот лучше в столбик, чем носом. Вот и едем. А вон как раз место для тебя. С правой стороны. Да, 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 да. Не спеши тоже по мере. Но оно визуально видно. Вот, например, я по опыту уже. Ну, смотри, химчистка тут же ничего. Они, видимо, не ставят машину, потому что здесь, видишь, дорожка. Дорожка. Ну, видимо, да. То есть лучше в такой ситуации не парковаться. Но если, например, давай мы попробуем. Просто у нас тренировка. У нас тренировка. И как раз у тебя, видишь, машина другой стороной стоит. Как раз и встречка едет. Надо выполнить еще немножко. Так. Хорошо. Угол есть, да? Есть. Есть. Все запотело. Хорошо. Руль закрутила вправо, да? Справа проходит хорошо. Есть. Слева и словила. Правую фару, да? Которая ближе к бордюру. А то там, может, не видно никому. Все, тихонечко. Теперь вот этот угол выходит за стойку. Отлично. Смотрим угол. Это только кажется. Вот смотри, включи свет в машине. Включи. Видишь, вот близк фары на его бампере? Да, вижу. Видишь? Вот начинай. Видишь? Ты фару увидела, да? Да, да. Это говорит о том, что уже прошло. Все. И тихонечко. Ну, ты знаешь, если тут прижаться, то поставь ровно колеса. Поставь драйв. Чуть-чуть вперед дай. Вот, ровно поставили. И чуть-чуть вперед. Еще немножечко. Еще чуть-чуть. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Отлично. Поставь паркинг. Типа, что ли, дорожка есть? Да, 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 да. Я сейчас посмотрю. Может быть, мы даже эту дорожку не зацепили. Да, вот, в принципе, мы оставили. Такая парковка у нас получилась. Ну, чуть далековато от бордюра. Можно было напрямую проехать. Но, в принципе, неплохо получилось. Я уже ей говорю парковаться самой, а она все равно еще боится. Говорю, Насте уже пора парковаться самой, а она все равно еще боится. Так, смотри. Реверс все правильно. Отъезжаем на прямых колесах. Ну, здесь понятно, что мы не выедем по-другому. Камера нам помогает. Так, ориентировочно, как чувствую, да? Да, как чувствую, как чувствую, да. И драйв. Отлично, выезжаем потихоньку. И поехали прямо. Сейчас там дальше еще гаражик поищем. То есть, вот место. Проезжаем вперед под 90, но по максимуму приезжали. Слушайте, вот в каком неизначально положении. Еще немножко, еще проезжай. То есть, за эту машинку черную. Так? Да. Ну, я примерно тоже. Даже можно еще немножко поехать. Вот так, Дед. Все, реверс включай. Полностью выкручиваю. Выкручиваю полностью и смотрю, как объезжаешь в правом зеркале угол вот этой черной машины. Да. Едь потихоньку. А ты ее сейчас не увидишь, потому что тебе надо начать к ней поворачиваться. Смотри, правое зеркало. Едь, 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 едь. Едь. Мне кажется, сейчас... Ты не долбанешь, нормально все. Там вот только посмотри этого дедулю, который на тракторе едет. Поехали. Смотри. Ты просто еще к нему не повернулась. Вон он начинает появляться. Видишь? Ага, начинает появляться. Начинает появляться. Ну, пока начинает появляться. Страшновато. И про левую сторону не забывай. Но здесь место широкое. Едь потихонечку. Едь, едь, едь. Объезжаешь его угол? То есть вот это вот расстояние. Видишь, да? Да. Все, объезжаешь. Смотри левую сторону. Там нормально проходит или надо немножко вперед дать? Ну, еще чуть-чуть. Чуть-чуть еще можно проехать назад. Вот. Вот на этом этапе. Это в этапе ровно? Да, можно даже не ровно, а влево перекрутить. То есть получается, что ты ее немножко влево подвинешь и освободишь левый угол. То есть вот она равняется. Вот. Отлично. То есть, видишь, мы уже борт увидели практически весь с правой стороны. Не забывай про правую сторону. Немножко ты вправо руль дала, она у тебя начинает прижиматься. Поставь ровненько, да. Хорошо. Во. Ну, смотри, что здесь у нас. Право узко, слева широко, да? То есть можно машину подвинуть левее, правильно? Да, еще вперед. Да, руль влево. И руль куда? Вправо, да? И опять же вперед, пока есть возможность ехать. Справа. Справа. Еще. Еще едь. Еще, не бойся. Еще едь. Пускай ждет, товарища. Пускай ждет. Только я бы влево. Ты не доровняла вот по правой стороне вот здесь. Ёхо. Еще пробери. Да, 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 да. Едь еще. Еще. Вот так. Все, а теперь ровно. То есть у тебя два одинаковых расстояния, и слева, и справа. То есть ты по максимуму протянулась. Все, и на прямых колесах заходишь. Это шкала-то. Достаточно. Все, вот мы заехали. Какой хочется дать совет многим из вас, кто смотрит меня. Ребят, значит, берем какую-то конкретную парковку, да? И если сложно ее запомнить, потому что, ну, вижу из практики, что сложно. То есть когда надо много сделать действий, и в зеркало посмотреть, и передачи, и руль покрутить, и потом влево, и потом носик посмотреть, и что-то еще. То есть новичок начинает теряться. Просто в спокойной обстановке. То есть когда вы смотрите видеоролик, либо как после занятия с вашим автоинструктором, берите и основные моменты этой парковочки, записывайте на листике. То есть основной алгоритм. Ваша задача запомнить, запомнить алгоритм действий. То есть и просто потом, закрывая глаза, визуализировать. То есть научитесь понимать, научитесь понимать, что зачем, да, и куда необходимо смотреть. И потом увидите, как включив заднюю передачу, то есть ваш мозг сам начнет понимать, куда ему надо смотреть и что надо смотреть. Поэтому если останутся какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Если ролик был полезен, пожалуйста, ставим лайк, подписываемся на канал, кто еще не подписан. И всем пока-пока, до новых встреч.